Добрый день, в эфир Радио Нарва. Добрый день. Рады видеть Михаила Стальнухина. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема не может уйти, вот у меня из головы, это идея построить 600 бункеров на эстонско-российской границе. Я, честно, хочу вам сказать, я не очень серьезно пока могу воспринять вообще вот саму по себе идею. А надо серьезно относиться, потому что когда идея овладевает массами, она материализуется. Вот сейчас идея бункеров, бункеризации овладеет массами, посмотрим. В бункере примерно 10 человек, она бетонная. Земля, на которой будут строиться, не будет выкупаться, а вероятно будет арендовываться. Ну и сразу сверху вытекающие отсюда вопросы могут быть. Но не спросить ваше мнение я не могу, естественно, по этому поводу. Ну я же известный эксперт по бункерам, да? Да, значит, ну это так, это даже не совсем шутка. Дело в том, что в 99-м году, ну по определенным причинам Александр Цукерман и Михаил Владиславлев, очень известные в ту пору, даже и сейчас их многие помнят, журналисты, пригласили меня в поездку по Албании. Это был 99-й год, шла к концу война в Косове. Ну активная фаза, так-то она и не закончилась за четверть века, так и продолжается, по-моему. Вот, ну в то время Албания это была настолько экзотическая страна, это настолько потрясающе, ну перспектива побывать на запретной территории, это вот как сейчас съездить в Северную Корею, например. Тоже интересно, хотелось бы посмотреть. Вот, и я поехал. Если вспоминать, что мне запомнилось из той поездки, это отель «Калифорния» в центре Тираны, крохотный маленький отель, я к нему еще вернусь, я не случайно его упомянул. Вот, еще образцы местного искусства в музее было замечательно, когда я увидел несколько тысяч бюстов, стоящих рядами, это передовики производства, вот, и из каждого слеплен бюст уже, вот. И, конечно же, бункера. При том, что тогда, в 99-м году, в Албании было всего 10 километров нормальной дороги. И для них это была гордость. Все остальные дороги были убиты просто, ну, в хлам. Я ни до, ни после никогда такого не видел. Вот, но на этом фоне, везде и повсюду, куда бы ты ни приехал, куда бы ты ни посмотрел из автобуса, ты везде видел эти бункера, 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 бункера. Значит, в свое время, значит, Энвер Хаджа, где-то порядка 40 лет он управлял Албанией, да, вот, и где-то, ну, после того, как поссорился со всеми, кроме Китая, с Китаем он тоже потом поссорился, вот, и вышел из варшавского договора, он вдруг понял, что у него враг был на юге, а теперь враг еще и на востоке. То есть, там, вниз по карте Греция, слева или справа, если смотреть сверху, Югославия, и надо что-то думать, как-то обороняться. И надо, и это значит, что надо ставить под ружье всю нацию, по-другому никак. Мы их иначе не одолеем. У нас нет ни авиации, ни нормального флота. А выход какой? Да тот же самый выход, до которого додумался наш славный министр обороны. Надо поставить под ружье, надо военизировать все население. И Хаджа отнесся к этому с размахом маленького тирана небольшой страны. Значит, лет за 20 с небольшим в Албании, во-первых, были построены 700 тысяч бункеров, 700 тысяч бункеров, семейников. То есть, расчет был такой, что на каждые 4 человека, ну, взрослых четверо, значит, один бункер. Ну, при их населении, а это где-то 2-2,5 миллиона человек, тогда, наверное, меньше было, чем сейчас. Вот где-то так оно и получалось. То есть, по сигналу тревоги, семья должна была получить со склада оружие, боеприпасы и вперед в свой бункер. И они стояли и во дворах домов, и на улицах, и в парках. А когда мы приехали в город на юге Албании Геракастра, и оттуда дальше шла уже дорога там, ну, не помню точно, ну, километров 20, наверное, до греческой границы. Там все поля вот в этих прыщах. Отовсюду торчит бетон. Значит, вот я понимаю, что для человека, который берет за основу вот такую вот статическую оборону, значит, для него, ну, важно убеждение, что он сумеет, во-первых, туда загнать людей, а во-вторых, они будут не сдаваться в плен или бесславно погибать под управляемыми бомбами и самонаводящимися ракетами, а они будут грамотно отражать одну за другой вот эти волны атакующих греков или югославов, да? Звучит абсурдно, но вот что есть, то есть. Но, с другой стороны, а кто давал гарантию, что именно так оно произойдет? Но он втыкал, втыкал и втыкал. Каждые 20, как они сами посчитали, каждые 20 бункеров, это был километр дороги. То есть они могли бы построить 35 тысяч километров дорог. Я вначале сказал о том, что в каком они жутком состоянии были. Вместо этого они строили вот эти вот бункеры. Значит, каждые 20 семейных бункеров, это равнялось большому, хорошему, удобному дому на огромную семью. То есть потеряли возможность построить жилье для примерно четверти миллиона человек, учитывая то, какие у них большие семьи и какие были возможности. То есть все вкладывалось туда. Все вкладывалось туда. Вот теперь, значит, вот когда это начинается, оно потом само собой как-то идет, 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 оно увеличивается. Появляются люди, заинтересованные в том, чтобы развивать эту сферу производства. Ну, правильно, у нас мы производить ничего не можем, такого, что у нас купят, да? Значит, надо производить что-то потребное внутреннему рынку. И мы решили, что это будут бетонные бункеры. Замечательно. Значит, 60 миллионов, как вы сказали, на 600 бункеров. То есть 100 тысяч на каждый. Значит, бункер на 10 человек, насколько я понимаю, да? Это значит, это бункер среднего размера, который, вот устаревшие бункеры в Албании, они весили порядка 400 тонн. Это 400 тонн бетона. Бетон, который может противостоять там холоду, влаге, жаре и так далее, самой высокой прочности, все такое, это примерно 200 евро кубометр. Это значит, а кубометр бетона, это 2,5 тонны вес. Это значит, что где-то примерно 160 кубов, грубо говоря, вот на такой бункер. Причем у них очень простые бункеры были. Вот эти 400 тонн, это люди заходят, им хватает там места для того, чтобы встать и стрелять. Но я так понимаю, что мы-то живем в такой цивилизованной стране. Наверное, там должны быть предусмотрены какие-то удобства. Не только зашел, пострелял и умер, а так, чтобы пострелял, поспал, пострелял, покушал, пострелял, сходил в туалет. То есть все вот это вот как бы должно наличествовать. Потом, я по этим бункерам в Албании лазал, я не нашел ни следа никакой вентиляции. А из опыта... Здесь не предусматривается тоже вентиляция из той информации, которая приходится. А что они будут делать тогда? Они люди, они понимают, что такое пороховые газы. И если у них будет хоть какая-то там малая артиллерия, хоть какие-то эти самые переносные ракетные установки, они понимают, что там газы придется отводить в любом случае. Вот. Потом их надо поддерживать будет в силе. То есть я говорю о том, что 30 тысяч, это абсолютно минимальная цена за бетон, который понадобится, чтобы отлить вот эти вот бункеры. А арматура? Да, наверное, там. А мы знаем из сферы строительства, что все железо для строительства выросло в цене до каких-то там диких показателей. Это надо оплатить еще работу, это надо оплатить доставку. По-моему, или бункер будет какой-то хлипкий, или недосчитали каких-то денег. То есть вот этих 60 миллионов явно недостаточно. Значит, потом аренду вы из чего будете платить? Когда появится вот этот вот бункер, это значит, что к нему должны быть подъездные пути, пути отхода. Потом, извините, ребята, вы слышали когда-нибудь про такие слова, как предполье, например? То есть странно даже предполагать, что этот бункер не будет окружен какими-то минными полями, какими-то ловушками и так далее. Иначе ему грош цена. К нему подползут и закидают самыми простыми гранатами. Вот. То есть, то, что вы выращиваете на ваших полях, оно нафиг никому не нужно, мы это продать не можем. А давайте так, мы вас успокоим тем, что мы у вас эти поля возьмем в аренду и начнем там резвиться сами, а вам будем платить. И вы будете вот на эти проценты, на эти два процента, как в анекдоте, да? Будете спокойно дальше жить. Значит, кроме слова идиот, мне в голову вот все остальное, оно уже нецензурное. Значит, бетонный бункер. Вы представляете объем работ, связанных с его маскировкой? Его мало воткнуть в почву. Его надо маскировать так, чтобы его, по крайней мере, первый же беспилотник не нанес на карту как цель, неподвижную цель под чьи-то 155-миллиметровые снаряды. Вы понимаете, что это не боевая точка. В нынешнее время, и вы можете посмотреть на этот боевой опыт, вы должны или подземный город сделать, так, как это делают северные корейцы, так, как это делает определенная организация на Ближнем Востоке, которая уходит под землю и десятки километров тоннелей связывают одну точку с другой. А вот это вот бездарные, вот эти навтыканные 600 бетонов, у меня вопрос к тем, кто отправляет своих детей в армию после этого. Вы понимаете, что концепция меняется. Вот эти 600 бункеров, как было сказано, на 10 человек, это больше, чем вся наша действующая армия. У нас в армии сейчас меньше народу. По-моему, там 5 тысяч. То есть вас всех рассадят вот в эти бункеры, чтобы вероятному противнику было удобнее от вас избавиться сразу. Михаил, я хочу вам кое-что возразить. Давайте. Строительство бункеров это не значит подготовка к войне, как сказал министр обороны. А, это мы оживляем свою экономику? Да. Есть хорошие примеры в истории, когда делается, кстати, наверное, Албания. У них, наверное, подъем строительной сферы в тот момент, когда они строили бункеры. Был? В том-то и дело, что у них жуткие проблемы были с жильем. Они не строили жилье. Ну, понятное дело. Они не решали социальные проблемы. Они строили вот эти бункеры. У них, правда, вот сейчас, да и даже при инвере Хадже была очень интересная проблема. Вот, как я в нескольких источниках встречал и как нам рассказывали там же, в Албании, да, значит, вот тот же процент девушек, которые теряют девственность в автомобилях в Соединенных Штатах, да, там это принято. Там широкие, большие эти самые сиденья, все, ну, из песни слова не выкинешь. А в Албании это местная молодежь использовала как подместа встреч. И мне это рассказывали местные, причем неоднократно. Вот, значит, вот и все. Сейчас из них делают какие-то погреба. Их выгребают те, которые на виду и старательно их куда-нибудь выкидывают. Пытались выкидывать в море. Получилось плохо, потому что, когда идет морское течение вокруг этих вот бетонных штук создается завихрение водовороты. То есть, там в год стало тонуть в этих водоворотах 5-10 человек, в основном туристов. То есть, вот эти вот, там не по всему побережью можно купаться, только в четко отведенных местах, где нет вот этой гадости на дне. Вот, то есть, это погубило их экономику. Вот, но это было связано еще с одним значит, я так предполагаю, что армию, подготовленную как наиболее ценный контингент, вы туда сажать не будете. Вы все-таки будете вот этот вот кайцелит там, как-то их тренировать, чтобы они по тревоге хватали оружие, бежали туда. Вот такая система была в Албании. Там за каждой семьей было закреплено стрелковое оружие. Значит, после того, как умер Энвер Хаджа в 85-м году, где-то в начале 90-х отошли и от коммунизма. Появилась многопартийная система, пришел дорогой, любимый капитализм и принес с собой что? Принес с собой совершенно точно то же самое, что он везде приносит. Пирамиды. Вот как в России Мавроди, да, у них там были свои Мавроди, которые начали выстраивать свои пирамиды. И они кинули практически все население Албании. И это кончилось тем, что в 97-м году народ это, ему надоело это терпеть. Они пошли и разорили все армейские склады вооружения и разнесли по домам 350 тысяч автоматов соответственно с боеприпасами. И когда я услышал эту историю там, мы сидели утром, ожидали автобуса в уже упомянутом отеле Калифорния, а перед нами стоял молодой парень на ресепшене, да, вот, и мы с ним беседовали и спросили, а что, вот у каждой семьи теперь есть какое-то оружие? Ну, конечно, некоторые продали, но, учитывая обстановку, скажем, моя семья сохранила оружие, вот, мне при моей работе, он ночной партии, он только что всю ночь просидел вот на этой, вот, за этой стойкой, говорит, мне это необходимо, мы говорим, ну и что, можешь показать свой автомат? Он такой говорит, ну-ка, встаньте, но мы на диванчике сидели напротив, удивились, но встали, он подошел, отодвинул вот этот диван, вы не представляете, какое ощущение ты испытываешь, когда оказывается, что вот оно, боевое оружие, уже готовое к бою, все, почищенное, рожки, вот, пожалуйста, с запасными, с изолентой, все как положено, и так практически по всей стране, то есть, сейчас, вот эта вот степень безумия, поднимать экономическую активность с помощью строительства бетонных бункеров, это только начало, это, это безумие, у которого потом не будет никакого конца, и оно пойдет, 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 то есть, вместо того, чтобы, ну, ребята, ну, ну, давайте построим социальное жилье, наверное, для страны лучшая защита, это благополучие, нормальная жизнь, ее население, вот, я хотел бы с вами при случае поговорить про средний класс, тут мне одно письмо пришло, вот об этом поговорю, но никак не вот эти вот бункеры, это же тихий ужас, ну, ну, черт опять, вот, ну, Михаил, как есть, ну, ну, как, Виктор, я же хотел похвалить, поговорить о мудрости наших руководителей, которые всегда точно выбирают самое провальное решение, но делают это настолько целеустремленно, и настолько точно его выбирают, именно это самое дичайшее какое-то решение, что там уже не пахнет случайностью эта система, а это то, что достойно похвалы, вот, хотел похвалить, опять, получается, поругал, извините, ну, ладно, в следующий раз похвалим, вот, а пока что, вот, ну, есть как есть, и, ну, если серьезно, какие бы то ни было укрепления в современном мире имеют ценность, если они снабжены мощной, очень, такой, снаряда устойчивой, бомбоустойчивой системой внутренней, внутренней логистики, если есть вот эти вот тоннели, склады, все, что необходимо для работы в военных условиях, тем же самым военным, да, если это нормально спрятано, это построено секретно, это трудно выявить и до него трудно добраться, вы мне предлагаете за гигантские деньги мне, как налогоплательщику, построить 600, разбросать вот эти прыщи по поверхности территории, потому что на 60 миллионов вы, я не сомневаюсь, что вы даже с этим справитесь, вот, для того, чтобы их потом сходу определяла любая разведка воздушная, а после этого высокоточным оружием просто на раз все это сносило, вот, я не знаю, Виктор, у меня уже фантазия кончается, я, я думал, когда я побывал в Албании, я подумал, помнится, больше никогда в жизни я такого не увижу, делай фотографии, фотографии, у меня целый альбом фотографий албанских, там штук 20, наверное, этих фотографий на фоне бункеров, внутри, там, и все такое, ожидать, что вот этот, вот, Энвер Хаджа, так сказать, эстонский, он повторится, вот, в моей стране, это последнее, что я, о чем я мог бы думать в то время, и что я мог бы предполагать, но при этом, как вы сказали, когда мы перед этим, нет никакой реакции, то есть, людей уже приучили к тому, что правительство способно на любую глупость, и это даже уже не вызывает ни удивления, ни протеста. Спасибо, Михаил. Вам спасибо за то, что вы слушали. Желаем удачи. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok